И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня мы вместе с вами рассмотрим новое устройство, которое спалил орех на стриме у BigTanks. Был у них один стримчик, который, если честно, внезапно появился, если еще учитывая тот факт, что я ореха уже давным-давно звал на контентик. Ну и там, на том самом замечательном стриме, появилось очень много интересных новых устройств, о которых я думаю, что мы по очереди вместе с вами будем обсуждать и показывать их, потому что многие не видели, не знают. Ну и плюс я сам этого всего дела не видел, ну и начал потихонечку разбираться и смотреть, да, то, что, быть может, совсем скоро, во-первых, появится в игре, во-вторых, быть может, это те самые устройства, которые являются трофейными устройствами. Ну и если вам эта тема интересна и вы хотели бы, чтобы я в этом всем деле разобрался и посмотрел, как минимум, эти устройства, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, не забывайте также подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 15 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике устанавливайте ему личный тег, тег ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы будем потихоньку разбираться во всех устройствах, которые здесь у нас появились, ну и сегодня рассмотрим одно из таких устройств. Будем, я думаю, что также слушать Ореха, да, что он говорит по поводу этого устройства, ну и дальше я уже буду высказывать свою точку зрения, да, из того, что я вижу, да, потому что он как бы где-то корректирует сами эти устройства, да, по ходу стрима, но показывает то устройство, которое может уже совсем скоро появиться в игре, и то устройство на страйкер, при том, которое он показал, мне показалось очень интересным, поэтому давайте посмотрим. Это как дистанционка, только тебе не нужно кликать, и у нее ограниченная дальность, да, у нее вот тут, то есть вот такая дальность, она очень ограничена. То есть это, короче, дистанционный подрыв, только дистанционка без дополнительной нужды в именно втором клике, то есть ты стреляешь рядом с танком противника, и у тебя автоматически происходит как раз-таки подрыв твоей ракеты, но с расстоянием это устройство не работает, то есть работает только исключительно на средней дистанции, выдает с довольно быстрой перезарядкой залп четырех ракет, ну и вот перезарядка дефолтных ракет тоже довольно быстрая, то есть на любой средней дистанции этот страйкер работает очень и очень хорошо. Со сводки, после сводки самой, да, то есть у него чуть больше уже, чуть дольше перезарядка, вот вы видите, например, сейчас будет сводка, но она сводится сама по себе очень быстро, быстрее, чем у дистанционки дефолтные, но потом зато есть такая перезарядочка, и вам все, что нужно делать, это стрелять рядом с танком противника, и уже ракета будет автоматически самоподрываться. Я, честно говоря, когда увидел подобного рода устройство, подумал сразу о том, что, а вдруг, а вдруг, это трофейное устройство, да, потому что трофейное устройство, которое изначально у нас показывали, да, и когда мы все записывали видос, что там тестер тестирует на страйкер устройство трофейное, да, все свелось к тому, что через время появилось вот это вот самое устройство Гидра на 20 ракет, и оно, по сути, было тем же самым устройством, что тогда тестировал тестер, только тестер тестировал на 16 ракет, а появилась Гидра на 20 ракет, да, Поэтому в теории можно оставлять тот факт, что этот страйкер и это устройство будет как раз таки тем устройством, которое будет трофейным. При том, что уже на сегодняшний день есть, может быть даже не один человек, который набили уже около 4 миллионов на трофейном устройстве. Это значит, что уже в ближайшем будущем мы вместе с вами как раз таки и сможем узнать все это дело. Также, безусловно, я лично сам бы хотел, раз уже Орех начал на стримах появляться, я бы лично сам бы тоже хотел, чтобы Орех залетел на нашу движуху и мы оформили контентовый стрим. Потому что, если честно, у меня уже на сегодняшний момент времени накопилось большое количество вопросов по игре. И если здесь, исходя из того, что я посмотрел, тут такой стрим типа там показа устройств, то я бы хотел именно какой-то вопрос-ответ. То есть, давно у нас не было вопрос-ответов, при том, что я уверен, что очень у большого количества игроков и у меня в том числе есть много вопросов интересных. Да, быть может, даже там, если Ореху интересно, там список вопросов можно составить, да, то есть, если там что-то ему там в этом плане не понравится, без, конечно, жесткой душниловой, да. Потому что, ну, можно, конечно, надушнить прям очень жестко Орех изначально говорил, что такая тема типа его не устроит, где он не сможет, например, найти правильные слова, да. Поэтому можно, например, там составить определенный список вопросов, нам вместе с вами пригласить Ореха, ну и услышать все эти самые замечательные ответы на вопросы. При том, что я повторюсь, вопросов на сегодняшний день накопилось очень много, поэтому, если вам эта тема интересна, если вы бы хотели бы, чтобы мы такую темочку замутили, то давайте максимальную активность на этом видеоролике сделаем. Ну и дальше, там, может, под видеоблогом, условно, который будет там новый, либо там старый, можем тоже запустить какой-нибудь хэштег, типа там, Ария Гона стрим там, либо еще что-то в этом духе, да, чтобы мы могли как раз-таки какую-то активность вокруг этого собрать, ну и добиться результата и сделать хороший, продуктивный, интересный стрим, потому что на сегодняшний день есть большое количество вопросов, на которые хотелось бы увидеть и услышать ответы. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, давайте постараемся собрать максимальную активность, ну и напишите, что вы думаете по поводу этого страйкера. Я, в свою очередь, если эта тема интересна, постараюсь здесь понаходить еще какие-нибудь интересные устройства, это вот первое устройство из тех, которое интересно мне показалось. И напишите, как вы думаете, может ли такое устройство быть трофейным и реально ли оно появится в нашей игре. Поэтому пишите все свои мысли, у меня, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, проявляйте лайкозаврик, подписончик, плюс комментарий под видос с хэштегом Ария Гона стрим, ну и делаем движуху контентовую. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.